привет друзья меня зовут олег герт я иллюстратор я рисую обычно в программе photoshop на планшете в вакуум и в этом видео хочу показать вам процесс рисования своей иллюстрации с таким смартфоном гипно-смартфоном я начал с того что набросал сначала такой приблизительный скетч и теперь в отдельном слое я начинаю прорисовывать детали я использую для этого свою кисть такими не очень ровными краями чтобы придать все иллюстрации немножко такой небрежный оттенок и вообще в этой иллюстрации хотел нарисовать такое условно как раньше был такой гипно ящик до гипно телевизор который всех зомбировал и приковывал к себе то здесь я хотел нарисовать такой гипно смартфон который сейчас мы собственно все с вами погружены который приковывает наше внимание который говорит нам что делать по сути зомбирует нас я решил нарисовать такой собственно смартфон с гипно кругом данные крайне и с руками как у зомби вообще нарисование этой иллюстрации мне ушло около двух часов не считая время которое потратил на придумывание до какого-то скетча на это у меня пошло по моему около минут 20 я сознательно не в рисовке там маленькие детали не вытачил кита особо ровные линии я специально хотел нарисовать какой-то простой образ такими простыми доступными средствами если хотите вы можете повторить этот рисунок да использовать те приемы которые пользовался я это поможет прокачать ваш навык иллюстратора и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В этой иллюстрации я использую абсолютно те же самые цвета, которые использовал во всей этой серии Видео процесса рисования других иллюстраций вы можете посмотреть на моем канале Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк И здесь я тоже использую свои кисти, которые сам сделал, это кисти Half Tone Они позволяют как бы затемнить какие-то детали, да, такую маленькую точечку Условно говоря, это похоже на какой-то типографский такие огрехи, когда непропечатные области есть, да, и когда используется такое затенение с помощью этих точек Субтитры сделал DimaTorzok Такой же кистью я прохожу в места, где у меня очень много черного цвета, чтобы немножко облегчить его визуально, да, как бы добавить, условно, непропечатанные такие области Но это в целом как бы немножко свяжет иллюстрацию И в принципе на белых каких-то местах я тоже добавляю уже черным цветом, чтобы немножко как бы связать композиционно и добавить какой-то грязи, какой-то пыли, что-то там духе Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая у меня получилась иллюстрация Я еще добавил в отдельном слое, да, с эффектом слоя Multiply текстуру бумаги И добавил кое-где таких брызг, каких-то неряшливостей, да, чтобы добавить именно рукотворности, крафтовости какой-то И еще дополнительно я сделал версию для черного фона, то есть как бы какие-то вещи обвел, то есть добавил какие-то обводки И слова look at me, то есть я тоже сделал цветными, чтобы они контрастно выделялись на черном фоне И где у меня еще какие-то пробелы такие, да, чтобы заполнить какие-то места, может быть, неравновешенности, добавил каких-то звездочек, точечек и всяких маленьких деталей Что ж, я надеюсь, этот SpeedPaint был для вас полезен и вы могли увидеть какие-то фишки и приемы, которые пользуюсь я Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если еще не подписаны И увидимся в следующем видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok